В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро. Медиа-специалист проекта «Навигаторы детства» Фатима Тулпарова сняла и презентовала короткометражный фильм о депортации карачаевского народа. И сегодня в эти минуты в нашей студии автор фильма расскажет моей соведущей Белли Джазаевой об идее создания этого фильма, а также о том, как они воссоздавали атмосферу того трагического периода. Доброе утро всем. Доброе утро, Фатима. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Я знаю, что ты сняла короткометражный фильм. Он посвящен депортации карачаевского народа. Скажи, пожалуйста, как у такой молодой девушки появилась эта идея? Здравствуйте. Ну, идея возникла... Она была связана с бабушкой. У меня бабушка была и участвовала во время переселения. Очень часто нам рассказывала о этих тревожных временах. Мы периодически вспоминаем это все. Бабушки, к сожалению, в живых уже нет. Но вот я работаю в новом проекте «Навигаторы детства». И с советниками мы решили для республики снять такой небольшой короткометражный фильм. Все-таки это связано с нашим народом. Хоть и дата трагичная, но очень-очень значимая, на мой взгляд. Короткометражный фильм, сколько он минут? Пять минут. А скажи, пожалуйста, где вы снимали этот фильм? Кто снимался в этом фильме? Снимали мы в Старой Джигуте и в Карачаевске. Снимались советники в главных ролях. Они помогали писать сценарии, помогали подбору одежды, места, локации. Мы как бы привели дом в порядок, где снимали. Это дом действительно тех, кто участвовал в переселении. Поэтому мы очень постарались связать все моменты, которые есть с переселением. Нашли человека, который рассказал, был участником, интервью давал. Также наши участники, советники, они сами очень активно участвовали в этом. То есть вы смогли воссоздать ту атмосферу. Скажи, пожалуйста, а где можно посмотреть этот фильм? Фильм можно посмотреть на страницах нашего проекта «Навигаторы детства Карачаевой Черкесии». К счастью, нам даже погода благоволила. И, как говорят источники, в те дни была очень пасмурная погода. То есть дождь шел, было очень темно. И мы действительно приехали, погода была шикарная. Но как мы начали снимать дождь, дикий дождь. Как будто мы действительно попали в те времена страшные. Мы постарались всячески передать всю атмосферу, начиная с декора, заканчивая одеждой, эмоциями и всеми сопутствующими вещами. Советники очень постарались, на мой взгляд. Я знаю, что сейчас ты планируешь новый проект. Если можно, расскажи о нем чуть-чуть. Мы бы хотели снять «Возвращение карачаевского народа», продолжение нашего фильма. Также участвовать будут советники. Ну, думаю, мы хотим привлечь и другие районы. К примеру, Карачаевский район. Для того, чтобы можно было расширить аудиторию. Чтобы советники из других районов тоже могли поучаствовать в нашем фильме. Ну что же, я желаю тебе успеха в новом твоем проекте. И благодарю за то, что ты была гостьей нашей программы сегодня. Спасибо. Спасибо вам за то, что пригласили. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы «Русская редакция». В 14.30 в «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова